Итак, на пальцах поясняю. Классификация фантастики. Сначала мы рисуем карту. Вот она, карта. Это наша вся фантастика в целом. Что это такое? Это допущение, в котором нарушаются границы реальности. Это вся фантастика в целом, как она есть. То есть, фантастическое допущение. Какое это делается? Сюда можно запихнуть много чего. Это, во-первых, что нужно понимать. Сюда можно при желании впихнуть и всю религию. Например, многие так и делают. Это очевидно. Некоторые против. Но, тем не менее, все понятно. Фантастическое допущение. Дальше. Классификация фантастических допущений. У нас есть, например, сказка. Вот территория сказки. Вот у нас территория фэнтези. Вот у нас территория научной фантастики. Понятно, что они все друг на друга на самом деле накладываются. Здесь мы добавим социальную фантастику. Здесь мы добавим приключенческую фантастику. Еще какие-нибудь виды. Тут все понятно. Нас интересует, в первую очередь, в чем совместимо. НФ, сказка или фэнтези. А в чем они отличаются? Это самое интересное. Как нам разграничить это? Как оно друг на друга накладывается? Это и так понятно. Тут можно приплести архетипы Юнга и вспомнить морфологию волшебной сказки проповской. Можно вспомнить Кэмпбелла, тысячеликого героя. Все понятно. Что тропы все, трикстеры, фигуры. Все, все. Это отдельная тема огромная. Нас интересует именно разграничение внутри жанра. Вообще, конечно, лучше на эту тему Лема читать. Потому что у него очень дотошно это разобрано. В дополнение к Пропу и Кэмпбеллу. Но мы сейчас очень-очень упрощаем все. Итак, чем отличается сказка, ее особенность, в первую очередь, в рамках, подчеркиваю, карты фантастики, это уникальность. То есть, в сказке действуют чудеса. Чем чудеса отличаются от нечудес? Они уникальны. Это уникальное единичное событие. Меч-кладенец, он один такой. Там, ковер-самолет, джинн, кощей. Это все уникальные персонажи. Серый Волк, говорящий, он такой один. Да, может быть, здесь существуют еще в сказке еще какие-то персонажи. Но они все, как правило, уникальны. То есть, особенность, свойство сказочного, это уникальность этих событий. Чудесность их. Хорошо, да? Поняли? С научной фантастикой все проще гораздо. Это фантастическое допущение, которое на основе научных знаний делается. Как правило. То есть, научная фантастика, это, допустим, машина времени. Понятно, что мы ее не изобрели. Или там, не знаю, термояд, бластер, звездолет. Все, что угодно на эту тему. Но в рамках научной фантастики. Поэтому она есть и строгая НФ, и прочее, и прочее. Тоже все понятно, да? Это не волшебство, в принципе. Это как бы строится на научных знаниях. Ну, немножечко с допущениями. Там, глава профессора Довыли. И так далее. В социальной фантастики, понятно, что допущение в отношении социума делается. Там, билет на планету Транай, к примеру. Вопросы есть, вопросов нет. Фэнтези. У фэнтези ключевая особенность это то, что здесь это не территория чуда. И это не только территория научных допущений. В фэнтези силы какие-то определенные действуют как, а не действуют, вымышленные силы, магия условно, действуют наравне с законами природы. То есть магия в мире Гарри Поттера действует как любой другой закон природы. Как гравитация, электричество и так далее, и так далее. Как в реальном мире. По аналогии. Вот это вот, вот это ключевая особенность фэнтези. Понятно, что глубокий знаток любого из этих жанров может раскатать такую классификацию, как бог черепаху. Но проще всего в первом приближении оперировать именно таким конструктом. Потому что что он это дает? Мы можем, например, вывести из этой классификации нашей, да, условно. Например, у нас Индиана Джонс получается сказкой, к примеру. Ну, потому что там уникальные события, и нет никаких вымышленных законов природы магических, и к научной фантастике это явно не имеет отношения. Все. У нас Индиана Джонс заезжает на территорию сказки. Волкодав, например, это скорее социальная фантастика. Семеновый. Опять же, если кто читал, тот в курсе, о чем я говорю. Его причисляют к жанру фэнтези, но по вот этим формальным критериям он в фэнтези не попадает в волкодав. Скорее, это либо сказка, либо социальная фантастика. Может быть, историческая какая-то фантастика. Это не попаданчество же, там никаких переносов-то не было, по большому счету. Там Звездные войны, понятно, что они даже не сказкой. Часто очень называют, например, Звездные войны сказкой. Нет, это фэнтези, потому что там сила действует, вымышленная сила, как закон природы. Да, ее в одной из серий объясняли этими трихомонадами или чем, пытались перетянуть на поле научной фантастики, но, насколько я помню, это просто с треском все провалилось. Я не фанат всей этой франшизы, но так краем уха что-то слышал. Все понятно вроде бы, да? Все понятно пояснил. Фэнтези, сказка, научная фантастика. Научная фантастика в области науки допущения, уникальность сказочных событий и законы природы в фэнтези. Дальше. Следующий этап. Зачеркиваем все это. Переходим к следующему этапу. Так называемый компонент, если можно так выразиться. Это Suspension of Disbelief, который, то есть вера в обстоятельства. Что это означает? То, что в каждом читателе, зрителе, слушателе и так далее, то есть в каждом из нас есть определенный запас веры. Вот он, наш любимый слушатель. Зритель, и в нем есть запас веры. Нет, это не Звездные войны здесь написано. Вот. И вот этот вот запас веры имеет свойство заканчиваться. Вот он, наш запас веры. Когда нам предлагают поверить в какие-то обстоятельства, чем дальше мы смотрим, тем вот этот вот запас веры у нас заканчивается. То есть ответственность лежит на зрителе или на читателе поверить в предлагаемые обстоятельства или нет. Да, есть ответственность и на стороне автора, конечно же. Вот. Но по большому счету, то есть почему, например, дети спокойно воспринимают с точки зрения взрослого человека самые нелепые истории, сказки там и фильмы, от которых там взрослые, например, плюются. А типа моему ребенку зашло. Да потому что у них запас веры вот так вот, с горочкой. Они настолько некритично относятся к тому, что происходит в фильме или в книге, что им хватает, они спокойно во все это верят. Там он Питера Пэна, попробуй перечитай во взрослом возрасте, охренеешь просто. Ну, если так, то по-хорошему. А взрослый человек, да, то есть он начинает морщиться от логических противоречий, от плохой игры актеров, потому что ему не хватает вот этого вот запаса веры. Все понятно, да? Плюс есть, помимо вот этого вот запаса веры, у нас есть и парадокс фантастики. Что имеется в виду? Сейчас, да, еще про классические примеры по запасу веры. Это Кларк Кент, например, и его волшебные очки, которые превращают его в обычного человека. Или когда в боевиках не заканчиваются патроны, да, просто бесконечные там в револьвере внезапно патроны оказываются. И вот каждый из этих вот косяков, потому что они на самом деле не косяки, просто да всем плевать должно быть. Это фантастика изначально, вот. Но у зрителя это все, зрителя это может подорвать, то есть и истощить его запасы веры. Так вот, парадокс фантастики. Значит, в парадоксе фантастики твое утверждение. Значит, у людей есть, первое утверждение, у людей есть эмоциональная реакция на персонажей, предметы и события, которые они считают вымышленными. Эмоции. Эмоциональная реакция. Это первое. Второе утверждение. Чтобы мы были эмоционально взволнованы, мы должны верить, что эти персонажи существуют в реальности. Иначе это вымысел, а что нам переживать за вымышленных персонажей. То есть мы должны допускать, что они, каким-то образом они существуют, поэтому мы эмоционально вовлечены. Третье. Это ни один человек, который считает персонажи или события вымышленными, не верит, что они реальны. Еще раз. Ни один человек, который считает персонажи или события вымышленными, не верит, что они реальны. То есть не веря в реальность персонажей. парадокс заключается в том что все три посылки каждые взятые по отдельности они вполне логичны они могут быть верны но все три посылки не могут быть верными одновременно они в своей как бы в своей основе взаимо исключающие можно два как обычно выберите два из трех например теория притворство отрицает посылку о том что люди эмоционально эмоции имеют эмоциональное отношение к вымыслу что это не истинная эмоция у людей а имитация эмоций есть такая теория на самом деле люди не вовлечены теория мышления например отрицает посылку вторую и утверждает что мы можем испытывать эмоции от вещей даже если не верим в их существование теория иллюзии отрицает третью посылку утверждает что что в некотором смысле вымышленные персонажи реальны то есть люди верят в существование этих персонажей допускают это на каком-то там подсознательном уровне и так далее это вот случай как раз suspension of disbelief подавление неверия это как раз третье то есть мы допускаем что где-то эти персонажи существуют и поэтому эмоционально вовлекаемся но в любом случае это все есть вариации теории ни одна из них не доказано но они не могут существовать одновременно о том что всегда речь идет именно о том что для того чтобы получить скажем так оценить получить удовольствие от произведения фильма или книги нам нужна эмоциональная вовлеченность в любом случае это неизбежно вот а дальше как бы включается вот этот вот запас веры но и идет там все дальше дальше уже выше тут у нас идет про жанровость но на самом деле жанровость может быть любой можно не верить и в детектив там и в драму и во что угодно просто я начал с классификации фантастики вот это второй пункт третий пункт третьем пункте нам нужно принять утверждение о том сейчас я вот это вот солью что человек есть мера всех вещей то есть утверждение о том что любое произведение это всегда про людей не про чужого не про звездные воины а про человека это про не про вымышленных существ не про обстоятельства а всегда про про человека который взаимодействует с этими существами обстоятельствами так далее и так далее все остальное дополнение большому счету мы познаем все через ну условно говоря протагониста или через свои эмоции через через посредников или напрямую не важно важно что мы ограничены своей психологии своими чувствами и тут нужно опять же понимать что раз мы все это познаем через человека то неизбежно возникает такая хрень как конфликтология то есть для того чтобы ну драматургия предполагает что в основе произведения значит должен быть заложен конфликт если в нем участвуют люди а других произведений в общем-то и не бывает это уже документальные фильмы от nation geographics да они не фантастические ну есть и фантастические наверное да про динозавров но тем не менее поэтому наверное там нет особо эмоциональной вовлеченности хотя вот тут вот можно уйти в какие-то глубокие рассуждения и дебри потому что опять же дети например смотрят с удовольствием документалку про динозавров наверное я предполагаю когда я был ребенком не существовало книжек фильмов про динозавров но тем не менее это было увлекательно это же вымышленный мир все равно запасы веры у ребенка не ограничены поэтому особый кайф я думаю что с возрастом дать чем взрослее человек тем меньше ему интересно смотреть что-то про динозавров ну допускаю так ну не суть это для отвлечения и так далее тут речь о чем о том что у нас есть конфликтология который нам говорит как должен быть выстроен конфликт внутри произведения что у каждого персонажа вот у нас персонаж вот он вот он блять персонаж у него есть предыстория он с чего-то начался у него из из этой предыстории вырастает его характер его образ действия его мысли его поступки в настоящем поэтому режиссеры так обожают флэшбеки отбрасывая там нас зрители назад и раскрывая не меняя как бы место действия время действия да основного сюжета тем не менее дают нам как-то раскрывают героя для того чтобы мы поняли как он будет думать ну меньше в меньшей степени думать потому что кино это не продумать не про то что почувствовал герой конечно актеры стараются своей актерской игрой выразить те эмоции которые не испытывают но этим кино в корне отличается от литературы потому что книги очень легко написать там главный герой подумал и испытал такую-то эмоцию хрен ты это фильме сделаешь поэтому в кино персонажи раскрываются в основном через поступки реже гораздо реже через слова на самом деле в основном через действие но чтобы действие было мотивированным нам нужен что нам нужен флэшбэк то есть нам нужно узнать почему так персонаж поступает а это зависит от его каких-то установок личности и ценности которые он разделяет так далее так далее плюс контекста если он там вырос в трущобах до городских если он бандит убийца воспитанный бандитом убийцу мы ждем от него определенного поведения и определенных поступков которые не будут истощать наш запас веры он вступает там какие-то противоборства с другими персонажами за какие-то объекты субъекты темы конфликта предметы конфликта у меня есть видос по конфликтологии есть кучу книжек по конфликтологии если не хочешь смотреть мой видос очень клёвых в том числе и про нарратив и про там как это нужно в драматургии все расписывать при желании все можно заинтересоваться вот о чем-то я до о человеке предлагаемых вот в этих вот обстоятельствах что у нас получается у нас получается изначально например жанр фантастика фантастический жанр нас есть это первый компонент потому что мы определили изначально и классифицировали фантастику да у нас есть теория эмоциональных типов эмоциональной вовлеченности включающая в себя suspension disbelief то есть подавление неверия нас есть конфликтология которая определяет поведение героев в заданных обстоятельствах теперь мы смешиваем это все и разбалтываем каким образом это смешиваем разбалтываем мы берем персонажа с характером помещаем его в определенный контекст и предлагаем все это пойло зрителю вот вот она это пойло и зритель основываясь на своем эмпирическом опыте на своих знаниях на своей степени насмотренности начинает все это дело критически оценивать то есть пробовать включая опять же то есть запас веры чем в нем больше этот запас веры тем на дольше его хватит чем младше зритель например да тем проще он схавает предлагаемые обстоятельства включая фантастические допущения включая поведение героев включая те эмоции которые он испытывает так далее и так далее и чем больше у человека начитанность или насмотренность тем критичнее он носится ко всей этой херне либо еще как вариант он например неверно классифицирует какой-то жанр изначально подходя к произведению к примеру идет смотреть боевик а это оказывается не боевик там еще что-нибудь вот например недавнее да кровавое красное небо типа про вампиров ужастик на самом деле он про вампиров но не ужастик оппозиционировали его как ужастик и куча людей обломалась которые стали смотреть этот фильм как ужастик а это слэшер оказался и они облажали или например мой опыт так как я посмотрел ну допустим я прочел там условно 20 там 30 книг про вампиров посмотрел там 40 50 фильмов про вампиров и вот я сажусь смотреть очередной фильм и там вампиры себя ведут определенным образом том же кровавом красное небе я говорю вампиры так себя не ведут как насмотренный зритель потому что я же знаю законы по которым должны действовать вампиры что на них должно действовать что не должны почему на них там солнце там за зеркала все понятно да у меня есть куча своих представлений да и пелевин там загнал своим паер в паев колл вбил мне в голову и так далее как будто бы вампиры существуют на самом деле и у меня есть точные сведения о том как они себя должны вести нет они мне ничего не должны это фантастическое допущение предложенные мне авторами конкретного фильма и понятно что либо я его принимаю либо иду нахер то есть иду нахер это выражается в том что нравится мне фильм или не нравится или допустим я иду на каких-нибудь ну условно стражи галактики и жду от этого что это будет научная фантастика а там нет научной фантастики потому что это сказка я заложил неверное ожидание в фильм я ошибся и я теперь недоволен самим фильмом не собственной ошибкой которые не осознаю да тем что авторы что-то там накосячили кто-то там доходит до того что садится и разбирает там все логические противоречия в фильме дико популярны все эти обзоры негативные на разные фильмы на что вот тут у они облажались и так далее да потому что блять фильме не про это на самом деле потому что ты как бы не туда туда ли ты зашел тебе просто не хватило запаса веры на на это художественное произведение понятно что таким образом умирает вся критика по большому счету нужно значит выбирать какие-то другие критерии но так да нужно выбирать другие критерии и в логику и смысл далеко не всегда нужно вообще смотреть какой смысл там я не знаю в детских сказках архетипичных я имею ввиду каких-то во многих попробуй там его еще найди его нужно еще повысасывать короче суть приблизительно в этом офигенная картина получилось предлагаю ее продать за миллион долларов как за токены за эти на как акционизм вот короче все я все обобщил здесь пользуйся